Как отвечать на неудобные вопросы? Ловлю себя на том, что впадаю в ступор и мило улыбаюсь, а внутри бушует ураган. На самом деле не столь, скорее всего, неудобные вопросы, а человек, который задает эти, на ваш взгляд, неудобные вопросы, мнение, которым вы составили, такое достаточно стереотипное и шаблонное, и такое вот конфигуральное, вот это вас вводит в ступорную составляющую. Объясню, почему. Допустим, есть руководитель в вашем понимании, не важно, обладающий статусом на работе, занимающий какую-то определенную ступеньку, и в вашем представлении есть такое понимание о том, что вот этот человек ведет себя вот так, вот так и вот так. И вдруг этот человек ни с того ни с сего, встречая вас условно в коридоре, спрашивает у вас какую-то такую глупость о личной жизни, еще потом подсмеивается. Так вы же не о том переживаете, и ступоритесь, и возмущаетесь, что он у вас спросил глупости, да, на ваш взгляд. А вы возмущаетесь, что как так вот этот человек в таком статусе, с таким положением, вдруг вот совсем оказался не очень качественным в вашем восприятии, да, не сошлась картина. Когда, допустим, спрашивают неудобные вопросы какие-то, у нас самые неудобные вопросы, это все, что касается личных, да, каких-то взаимоотношений. Самый неудобный вопрос, который считают для себя женщины, это почему до сих пор не замужем. Мужчины, которые, ну, очень переживают, какой вопрос для них такой неприятный, это почему у тебя такая жена, да, или вот что-то, ну вот все личное, это мужские и женские отношения. Все остальное по работе, да мы так научились отстегивать всех на раз-два, что еще вопрос не прозвучал, а у вас уже есть оправдательно-определительная база, при помощи которой вы далеко и надолго, мало того, что отошлете, а потом еще объясните, а потом еще и направите, а потом еще там еще много-много чего вспомните, для того, чтобы никто не подумал, что вы в чем-то виноваты. А все неприятные вопросы касаются наших слабых мест, именно вот мужчин-женщин. Потому что если все хорошо и человек счастлив, да, то у него даже, ну, в смысле у коллеги там или другого человека, не возникнет вопроса задавать там какие-то гадости и подлости. А если даже задается, то человек, находящийся во внутреннем гармоничном, таком стабильном и классном состоянии, он скажет, ну, вот у тебя там что-то случилось? Или как-то тебе совсем грустно, что ли? Ну, давай лучше поговорим о том, что у тебя случилось, потому что как-то ты выглядишь не так, и вопросы какие-то у тебя, ну, собственно говоря, тебе не свойственные. На самом деле все зависит от того, как мы к себе относимся, насколько комфортна наша собственная жизнь, и насколько она перспективна в нашем значении по отношению вот к нашему будущему. Когда человек решил, что у него нет будущего, когда его настоящее не очень устраивает, то тогда все остальные таким способом пытаются его, знаете, как отклемить, вот так вот отстегнуть от тех его дурных мыслей, стереотипов, опять-таки, и убеждений, и заблуждений, которые не дают человеку возможности развиваться. Значит, бьют-то всегда нас в слабое место. Значит, мы очень интенсивно, постоянно это слабое место декларируем, рассказываем, показываем. На самом деле все неудобные вопросы или какие-то неприятные ситуации, это наши лекари. Как только вы увидите, куда вас так иголочкой, да, чтобы вы реагировали так мышцами своими, сжимались, пережимались и входили в состояние стресса, значит, тут две вещи. Или вами хотят манипулировать и без конца пытаются вас пробить. Значит, ваша улыбка, соответственно, должна быть однозначной и говорит, «Ну, пойдемте, я сейчас тебе на ушко все расскажу, вопросов нет, как на духу». Одномоментно вы должны понимать и думать, именно логику включать. Почему этот человек, почему именно такие вопросы? И, собственно говоря, что стоит за кадром? Что будет как развитие данной ситуации или данных событий, как последствия? Как только вы так научитесь смотреть, то только человек подходить будет, а вы ему сразу наперед. Да, вот сегодня с мужем не спала, с подругой не ходила, платье не купила, что-то премию не дали. Еще вопросы есть? Нет. Вот так работает. Когда вы боитесь не то, что вопрос прозвучит, а человека, с которым вам кажется или он на кого-то похож, не можете справиться, и этому человеку вы даете такой, знаете, зеленый свет, фарватер открываете к тому, чтобы он над вами вот таким способом потешался, по-другому сказать более высокий уровень, это он вас воспитывает. Значит, вам нужно изменить отношение к этому человеку, изменить отношение к тем вопросам, которые задевают, и обратить внимание, куда же бьет-то иголочка-то, колет-то, где реакция такая эмоционально неадекватная присутствует. Значит, что-то здесь не решено. На что вы говорите спасибо огромное? Господи, если вас не было, что бы я без вас делала? Ну чудо, ну чудо, спасибо еще раз, пошла исправлять. Не бойтесь выглядеть, знаете, как незнающим человеком, знать все невозможно, но ни в коем случае нельзя выглядеть смирившимся, вот таким посредственным, сереньким, и улыбаясь, потом жаждать мести, какую-то гадость делать за спиной данного человека. Вот этого делать нельзя, потому что человек все равно рано или поздно узнает об этом, и вам еще придется долго и долго стоять в состоянии ступора и слушать, ну, не очень приятные вопросы. Учитесь или отвечать, или исправлять то место, защищать его, по-другому сказать, в которое вас пьют. Потом это будет естественная улыбка, и до этого вы прям по списку достаете, ну, будьте, поступайте нелинейно, не циклично, нелогично. Вот знаете, что человек вот так вот вас достает, прямо дома сели, написали вопросы все, это сделала, это не сделала, тут спала, тут была, тут не ходила, тут не имела, туда не звонила, еще не настучала, еще не там, ну, вот все, вот сыграйте историю. Как только человек доходит, говорит, минуту, достаете сумочки, у вас прям все записано, и прям встали, и в лицо, я все записала, чтобы ничего не забыть. Тогда человеку будет неудобно. Но вы по какой-то причине боитесь тех людей, которые задают вам вот такие, на ваш взгляд, некорректные вопросы.